Заговор продюсеров или слишком большая популярность, чем Димаш Кудайберген не угодил российским звездам? Кто из представителей шоу-бизнеса негативно высказывался о талантливом казахстанца? Какие слухи ходят о конфликте Димаша с представителями российской сцены и почему критикуют его успех? Приветствую вас зрители и дорогие мои подписчики. С вами интересная инфа. Судя по пристальному вниманию прессы и армии фанатов из самых разных стран, можно с уверенностью сказать, что популярность Димаша Кудайбергена уже давно приобрела мировой масштаб. До объявления режима ЧП в Казахстане у исполнителей был намечен стадионный тур не только в пределах СМГ, но и по западным странам. Однако с приходом популярности у талантливого казахстанца появилось достаточно недоброжелателей, а его персона стала обрастать немалым количеством слухов, которые неоднократно распространялись в СМИ. Еще одно неприятное явление. Это показательная нелюбовь и критика некоторых российских коллег по отношению к Димашу. К сожалению, не все российские артисты по достоинству оценивали талант казахстанского парня, а некоторые даже пытались перекрыть ему дорогу в шоу-бизнес. Один из последних громких слухов распространившихся в СМИ, говорит о том, что российская примадонна якобы негативно отреагировала на то, что Димаш исполнял на концертах ее композицию «Любовь, похожая на сон». Несмотря на то, что автором песни является Игорь Крутой, Пугачева прославилась тем, что очень не любит делиться с кем-то своими песнями. Брось, Настя. Я не верю в эти слухи. Певица века выше всего этого. Игорь Крутой опроверг слухи о том, что Димаш впал в немилость Аллы Борисовны. Может быть, но среди слушателей до сих пор ведется бурное обсуждение возможного конфликта, так как никаких заявлений от певицы не последовало. И, между прочим, эта песня в исполнении талантливого казахстанца уже успела победить в номинации кавер года по мнению издания «Московский комсомолец». Настя, давай лучше поговорим о том, как от Димаша отвернулись все российские звезды. Не утрируй, Костя. Только некоторые. После того, как Димаш начал сотрудничать с Игорем Крутым и покорил российскую сцену, здешние звезды начали пристально следить за его творчеством. Многие из них высказывали лестные отзывы о таланте казахстанца, а еще большее количество следили за его успехами в соцсетях и регулярно оставляли свои комментарии. Однако после того, как в медиа стали появляться слухи о разрыве отношений Димаша с Игорем Крутым, все селебрити российской эстрады массово отписались от казахстанца в соцсетях. В их числе и Филипп Киркоров, Николай Басков, Лариса Долина, Стас Пьеха, Юлия Савичева, Полина Гагарина, Доминик Джокер и прочие, кто был подписан на аккаунт казахстанца. Некоторые СМИ даже заявляли, что таким образом российские звезды отвернулись от Димаша. Брось, Настя. Скорее всего, это недостоверная информация, но в любом случае, видимо, отписки были. И причина такой массовой отписки лично мне непонятна. Уважаемый зритель, помоги нам разобраться. Напиши свое мнение по этому поводу. Спасибо. Костя, ты знаешь про заговор всех продюсеров против Димаша? Об этом в середине прошлого года рассказал российский видеоблогер под псевдонимом Будда Гришна. Он опубликовал ролик, где заявил, что Димашу перекрыли кислород в России. Кто еще такой Будда Гришна? Это специалист по всем аспектам. По его словам, его возмущает отсутствие клипов казахстанца на местном телевидении и ротации его песен-параде. Как отмечает Гришна, российский шоу-бизнес прекрасно осведомлен, кто такой Димаш, но его представителям популярность казахстанца эта кость в горле, так как она может серьезно повлиять на доходы местных продюсеров. По словам блогера, он переговорил на эту тему со своим знакомым, который крутится в кругах российского шоу-бизнеса. Ответ удивил не только автора видео, но и многих фанатов певца. Он заявил, что из-за Димаша российский шоу-бизнес может перестать существовать. А у эстрады существовало негласное правило, не пускать Димаша там на сцену. Настя, лучше передай Буде Гришне пусть переезжает в тундру и там метет пургу. Димаш вполне успешно выступает для российских зрителей, а не пустить его на сцену смог только коронавирус. Я считаю самое неприятное это то, что продюсер Витаса пошел против Димаша. Ну-ка отсюда поподробнее. Самым громким скандалом, в котором не по своей вине оказался Димаш, бесспорно является конфликт с продюсером Витаса Сергеем Паудовкиным. Он обвинил Димаша Кудайбергена в нарушении авторских прав и фейковом творчестве, а также пригрозил судом. Продюсер Витаса пожаловался в адвокатскую компанию Watson Band, после чего был озвучен запрет на использование песен Витаса Димашем. Отныне не разрешается Димашу Кудайбергенову исполнять какую-либо песню Витаса на любой сцене мира и Казахстана. В случае нарушения запрета мы обратимся в соответствующие органы по международному законодательству по авторскому праву. Говорилось в тексте заявления. Однако сам Витас заявил, что не собирается проводить судебные разбирательства с другими артистами, а то, что произошло с Димашем, это прерогатива продюсера и компании, которая представляет его интересы. В любом случае Димаш продолжил успешно гастролировать, а его армия фанатов с каждым днем все больше пополнялась. Несмотря ни на что, время показало, кто на самом деле настоящая звезда, которая не только светит, но и греет нас всех, как написала одна из наших подписчиков Элена Баукина. Он просто ангел, его прислали в наше трудное время исцелять души. Ставьте лайк, если согласны с ней. Я буду счастлив, будто завтра пойду на концерт Димаша, если ты подпишешься на канал и включишь колокольчик. Будьте с нами, с радостью примем в свою дружную семью новых подписчиков. Всем добра и хорошего настроения, дорогие мои. Не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok